Здравствуйте! Вновь в эфире телеканала Некст ТВ, передача «Рядом с нами». Пожалуй, ни один праздник, будь то свадьба, юбилей или день рождения, не проходит без торта. А сегодняшняя наша героиня знает, как сделать этот десерт главным украшением стола и поделится с нами некоторыми секретами. Алена Лишенко – кондитер со стажем. После окончания кулинарного техникума, в который она поступила по решению родителей, студентка устроилась по профессии. С рождением сыновей наша героиня решила оставить производство, но не кулинарию. Это «Шоколадный человек», орг. Это моя личная дипломная работа. Я ездила на скульптурную лепку. Он полностью сделан из шоколада. Тема была «Мифические герои». Я выбрала вот этого мужчину. Лепила. Не по картине, просто человека лепила. Он полностью сделан из шоколада. Он стоит на сложной конструкции, то есть на деревяшечку прикрученная вот такая вот палочка. И вылепливается из шоколада все вот так вот. Я его привезла с Москвы с собой. Немножко не целый. Немножко не целый, да, не успела. Дети откусили полу уха. Какие дети? Мои. Попробовали? Попробовали, да. Шоколад это или нет. Можете тоже откусить, попробовать. Мой кондитерский стаж на производстве составил 17 лет. Я работала на заказных тортах. Потом маленькие детки, я ушла в декрет, стала делать торты дома на заказ. Я живу в частном доме, у меня огромная кухня, то есть отделена от всего. Кухня полностью под цех сделана. То есть специально было сделано так, чтобы было удобно работать? Да. Под себя, да? Да. Построить? Да. Как дети, вот как совмещалось, да, вот маленькие дети, пока спали они, да, или как? Да, да. Ночами лепишь, делаешь заготовки, днем, когда отправляешь их в садик, в школу, пекешь заготовки, собираешь тортики, оформляешь, отдаешь заказ. Все довольны. К каждому заказу Алена подходит творчески. Прежде чем начать создавать очередной сладкий шедевр, она старается узнать об интересах, увлечениях или трудовой деятельности того, кому предназначается торт, чтобы сделать что-то оригинальное. Работать по шаблону она не любит, постоянно экспериментируя и придумывая что-то новое. Копии тортов делать я не люблю. У нас есть такая акция, по крайней мере сейчас. Раньше у меня была доверьтесь мне в дизайне и килограмм получите в подарок. То есть мы творим сами торты. Плюс у нас есть такая немножечко, как бы квест торты. Я у заказчиков узнаем, наверное, квест торты, да, интересные. Заказчик приходит, заказывает тортик, рассказывает немного для того, кому это будет тортик, если это взрослый человек, немножко его историю. Мы как бы в торте создаем, ну, что-нибудь такое вот. Пришла девушка заказывать зятю торт. История его началась, вот вообще у него все есть, денег много, все, подарить что даже, не знаю. Хотим, говорит, вот тортик, говорит, сделать на заказ. Человек сначала занимался одним делом, поехал в колхоз, вообще за морковью поехал. И какой-то, какой, что-то там разговорился с колхозниками. На какой-то запчасть, ой, на какой-то трактор не было запчасти. Он поехал, привез эту запчасть, колхозники говорят, у нас там еще 33 трактора. Он поехал, опять эти запчасти. Сейчас он вообще занимается тракторами. И в итоге мы на торте сделали, что, как бы колхоз, капусту там, все вот это. Трактор, который копает, накопана гора моркови. Он за морковью же поехал. И вот эта гора, и как бы земля раскопана, и там куча-куча золота. Вот, как бы он сейчас заработал, да, он сейчас, да, как бы накопал себе. Поехал за морковью, раскопал клад, можно сказать. Вот, так что, ну, вот так вот. Тут он увидел торт, посмотрел, вот сразу все понял, сразу все это. Ну, интересно, вот такие вот мы еще делаем торты. Потом некоторые там, там, у кого там долго ребеночка не было, он у нас такой долгожданный. Тоже воссоздаем, как бы, ну, вот ждали его, вот он такой вот солнышко. Ну, как-то вот так вот стараемся сделать. То есть вы творческий сдачный? Да, да, да. Ну, вот торты по картинке, то есть чью-то копию создавать, я стараюсь вообще этих заказов не брать. Это тяжело, да? Нет, это не тяжело. Зачем делать что-то, что уже сделали? Мы, как бы, все, человек творческий, мои помощники, люди творческие. Как бы мы воссоздаем вообще картину авторскую. Ну, вот в кулинарии бывают иногда свои неудачи. У вас были такие моменты? Там, что-то не поднялось, или там, кремния там слилась? Ой, было, да, но мы уже отошли от этого. Это были долгие разработки. Вот то, что сейчас мы будем с вами оформлять, это все тоже наши собственные разработки. Бисквиты, да. Это все технологический подход. Вот, делали это, ну, не долго, но делали, старались. Это нужно время, это нужно средства на это, на все эти разработки. Но мы достигли своего. Теперь у нас все, все наши авторские изделия, можно сказать, личные разработки. Когда заказов стало слишком много, женщина решила, почему бы не открыть курсы кулинарного мастерства, чтобы и другие смогли научиться делать самостоятельно разнообразные десерты. Спрос рождает предложение. Многие стали заказчики. «Ой, был такой вкусный торт, ой, такие красивые фигурки, а научи. Одна, вторая, а научи, а покажи». В магазинах где-то с девочками тоже с кондитерами встречаешься. «Ой, расскажи, как ты это делала, расскажи, как ты то делала». Некоторые люди тоже слышала, «Ой, я так мечтала в детстве быть кондитером, а стала продавцом, и так мне хочется, так мне хочется научиться, и вот не получается». Читаешь многие в интернете рецепты, иногда смотришь, думаешь, ну, если человек, не знающий, вот эти все ингредиенты смешает, то есть получится полная ерунда. А некоторые, ну, проще говоря, переводят продукты, расстраиваются, настроения нет, и бросают все это дело. Я, у нас есть несколько курсов базовый, самый популярный у нас базовый уровень, курс «Новичок». Девочки учатся делать от нуля вообще до конца. За два дня мы выпекаем бисквиты, мы вообще разрабатываем три совершенно разные торты. Мы выпекаем бисквиты, делаем тортики, учимся правильно взбивать крема, сочетание кремов, как правильно обтягивать, выравнивать и обтягивать торт под мастику, как чтобы сочетание цветов, то есть сочетаем, играем с цветом. Курсы у нас вообще весело обычно проходят все после курсов. Ну, остаемся хорошими, добрыми друзьями, девочки дружат, делятся опытом, обязательно присылают свои работы. Многие, очень многие, вот 90% из моих студентов работают уже довольно-таки успешно на заказ. То есть уже, можно сказать, зарабатывают на этом деньги. Ну, вот я, признаться честно, в кулинарии вообще, ну вот, не булочки, ничего. Меня можно научить чему-нибудь, например, что-то сделать с кексами с этим? Мои некоторые студенты приходят, которые вообще ни разу ничего не делали, имеется в виду из выпечки, из кондитерских изделий, из бисквитов, вообще не понимают. Но программа разработана у нас так, что все объясняется, все показывается, все, в принципе, легко. У нас нет суперпрофессионального оборудования, обыкновенные пичи, которые можно купить в магазинах, обыкновенные инструменты, которые можно купить в магазинах. Все это делается, показывается, и практически все потом делают это все дома легко и просто. Вас я тоже сейчас научу. Мы сейчас будем оформлять кексы, у нас такой нежный-нежный розовый цвет. Красители все пищевые, некоторые сделаны на всем. Мешочек вот так вот выворачиваем, вот так вот держим. И на руку, да, на руку натягиваем? Да, да, на руку натягиваем. Вот этим пальчиком мы сейчас будем обтирать ложку, вот, чтобы он вовнутрь туда попал. Так, держите. Да, туда. Куда? Угу. А пальчик обтираем. Так, и сколько надо таких ложек? Нет, это не только. Ну, вот накладывается. Угу. Оформление бывает вообще разным. Мы оформляем птичьим молоком, белковым кремом. Это у нас сливки взбитые. На собственном опыте, ни разу не державший кондитерский мешочек в руках, удалось убедиться, что при желании и грамотном подходе мастера кулинарии уже не кажется такой сложной. Алена подтвердила, что научиться легко, главное иметь желание. В принципе, получается, и готовишь, и поднимаешь себе настроение, да? Конечно, конечно. И можно даже вот так, можно, да? Конечно, можно. Вот мелкие есть. А, вот, еще и мелкие. Да. Вот так. Да. Это еще и увлекательное занятие. Очень увлекательное. Дети очень любят. А вот еще есть сердечки. Вот эти все заготовки делать очень-очень интересно. А сколько уходит времени на заготовку? Ну, обычно, если мы с утра садимся, мы выделяем обычно день на заготовки. Мы один день садимся, делаем цветочки, они должны высушиться. Мы придаем форму, сушим, высыхают они, убираем. Второй день, допустим, у нас карикатурная лепка. Мы лепим каких-нибудь сказочных героев. А к вам приходят мамы с детьми? Хотят. Но мы еще конкретного этого курса нету, но планируем. Сейчас у меня появились помощники. У меня учителя по лепке карикатурной и преподавателя. И учитель по сахарной флористике. Девочки учатся делать. Ну, вот такие вот сахарные цветы, красивые. Тут и стебелечки сахарные? Стебелечки тут на проволочке, а все остальное это мастика. И вот... Да, это все-все мастика. Единственное то, что стебелечек, ну, иначе никак. Бабочка, все это девочки учатся. В принципе, с первого раза у всех получается. Вот, сейчас у нас в планах разрабатываем мы курсы уже для профессионалов или тоже, кто только начинает работать. У нас будет демонстрация больших свадебных тортов. То есть правильная сборка, правильное крепление. Торты сложной конструкции, торты на сахарных буквах. Ну, допустим, там, четыре яруса держатся на сахарных буквах. Ну, вот из такой мастики. То есть тоже будет увлекательно. В планах тоже делать курс по подвесным тортам. То есть торт-люстра. Планы грандиозные. Несмотря на то, что нашу героиню можно смело назвать профессионалом своего дела, она считает, что нет предела совершенства и регулярно посещает курсы по повышению квалификации. Периодически я езжу куда-нибудь, в Москву, в какие-нибудь другие города по повышению квалификации. Мне это надо, мне это необходимо, чтобы другим людям что-то давать новое, интересное. И вообще я люблю это дело. То есть это от души, да? Конечно, да. Вот такой вопрос, не знаю, может быть, нескромный покажется. Это же такое все калорийное, это же все, наверное, приходится. Как вам удается сохранять такую фигуру хорошую? Ну, а здесь секретов нет. Спорт. Ну, еще и спортсменка. Не то, чтобы спортсменка, но придерживаюсь. Лень матушка, конечно, одолевает, но никаких волшебных пилюль вообще не существует. Я противник этому, я борец с этим. О волшебных пилюлях, кофе и всего на свете. Призываю всех правильно питаться. Призываю всех заниматься спортом. Это десерт. Его кушают по праздникам, можно сказать, по выходным. Можно себе позволить по одной пироженке. Да, никаких лишних килограммов. Спортзал, тренажер. И всегда будешь в форме. Алена считает, что ей удалось реализоваться в жизни. Она занимается любимым делом, а рядом замечательные сыновья и муж. В этом и есть секрет настоящего женского счастья, говорит она. Вот и подошел к концу выпуск нашей программы. А если у вас есть интересные творческие знакомые, которых бы вы хотели увидеть в нашей программе, звоните по телефону, который сейчас видите на экране. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»